Вводная первая. 1 мая 2024 года в 11 часов 53 минуты при патрулировании лесопожарной группой обнаружено возгорание на площади около 2 гектаров. Пожар низовой беглый, скорость ветра 6 метров в секунду. Класс пожарной опасности 4, ближайший населенный пункт поселка Пиберево. Первой к месту пожара прибывает патрульная машина Фурмановского лесничества. На место оперативно стягивается дополнительная сила МЧС. Стволы натушения подают в местах наиболее интенсивного горения. Также используют ранцевые огнетушители. Отработка учения особенно важна перед наступлением пожароопасного сезона. Сотрудники лесного охраны МЧС должны уметь четко работать друг с другом. Сейчас у нас проходит по Центральному федеральному округу проверки субъектов готовности к пожароопасному сезону. В первую очередь мы смотрим готовность лесопожарных формирований на территории субъекта. В каком состоянии техника, в каком состоянии оборудование. Весь ли штат набран для того, чтобы своевременно опять же отреагировать при возникновении лесного пожара. Самое важное при тушении лесного пожара – вовремя его заметить. Камеры видеонаблюдения, установленные на вышках сотовой связи, позволяют лесничим обнаружить около половины всех пожаров. Остальные удается выявить при наземном патрулировании или по сообщениям местных жителей. Если мы пожар обнаружили в течение первого часа, то мы его потушим за один-два часа. Если же по каким-либо причинам дали пожару разгореться, то его можно тушить, как вот позапрошлым году в военном лесничестве, несколько дней с привлечением огромной группировки сил и средств. Главный враг в таком деле – ветер. Он легко может перекинуть искру через минерализованные полосы. Еще опаснее, если пожар станет верховым. Если возгорание случилось на границах областей, происходит межрегиональное маневрирование. Так и сегодня у Биберева бок о бок работают силы нескольких областей – Ивановской, Нижегородской, Владимирской, Костромской и Ярославской. Для тушения лесного пожара используется самая разная техника. Во-первых, это средства Центра охраны лесов. Патрульные машины, малые и большие цесерны, квадрокоптеры, трактор с плугом. Также привлекается спецтехника МЧС, ну а при введении чрезвычайной ситуации еще и вертолеты. Учения прошли успешно. Это же можно сказать о пожароопасной обстановке прошлого года, отмечают в лесном хозяйстве. В 23-м году в Ивановской области было зарегистрировано всего лишь 7 лесных пожаров. Их общая площадь возгорания составила около 13 гектаров. Но и лесники, и пожарные, как страшный сон, вспоминают жаркое и огненное лето 2010-го. Алина Марычева, Владимир Хмелев, телекомпания БАРС.